Здравствуйте, друзья! Многие из вас спрашивали о моём новом калибровально-шлифовальном станке и просили сделать на него обзор. Но дело в том, что станок совершенно не новый. Он отработал уже, верой и правдой, два года. И вот сейчас, когда я на нём хорошенько поработал, я знаю все его плюсы, минусы и особенности. И ими с вами поделюсь. Если быть точным, то это барабанный шлифовальный станок. Это Белмаш DS-260. И, естественно, конструкция классическая, консольного типа. Основание чугунное, и также из чугуна выполнена сама консоль. Ну, а конструкции мы поговорим немножко позже. Сейчас, для начала, конечно же, технические характеристики. Мощность двигателя 1,1 кВт. И, поскольку здесь используется прямой привод, барабан совершает 1400 оборотов в минуту. Двигатель, естественно, асинхронный. Коллекторные двигатели в таких конструкциях, естественно, не применяются, потому что, во-первых, они очень шумные. Во-вторых, асинхронник гораздо сложнее сжечь, чем коллекторный двигатель. Толщина обрабатываемых деталей от 5 до 80 мм. Нижнее положение шлифовального узла ограничивается стопорным винтом. И если вам нужно уменьшить эту толщину, я бы не рекомендовал крутить этот винт. Гораздо лучше и проще подложить какую-нибудь подкладку. Станок, естественно, имеет автоподачу, и снизу находится транспортерный столик. Лента здесь используется синтетическая. Скорость автоподачи от 0 до 3,5 м в минуту. Ведущий вал приводится в движение двигателем через редуктор. На лицевой части находится кнопка включения, и здесь же регулятор автоподачи. Сверху на кожухе горловина для подключения аспирации. Ее диаметр меньше, чем стандартный 100 мм. Но сюда прекрасно устанавливается обычный полиуретановый армированный шланг. Гибкие шланги легко садятся и хорошо удерживаются. Если же вы собираетесь подключить жесткую трубу 100 мм диаметром, то в комплекте имеется специальное угловое колено. За счет своей эластичности шланг хорошо садится как на основную горловину, так же и на угловое колено. Вот, как видите, шланг отлично надевается, но только здесь он более распрямленный, а здесь остается немножко гармошкой. У меня используется подключение через жесткую пластиковую трубу, поэтому я, естественно, это колено держу все время установленным. На это колено прекрасно садится обычная пластиковая воздуховодная труба, но имейте в виду, что эти трубы очень сильно электризуются. Шлифовальные станки нельзя использовать без системы аспирации, потому что они создают огромное количество пыли, которая разлетится по всей мастерской. Во-вторых, эта пыль может сесть на транспортерную ленту и заготовка начнет проскальзывать. Поскольку это станок консольного типа, то есть с одной основной опорой, при заявленной ширине шлифования в 250 мм можно шлифовать детали и практически вдвое больше. Но для этого нужно будет снимать вторую опору. Все характеристики этого станка указаны на шильдике. Вы можете посмотреть их сейчас или зайти на сайт Белмаш и посмотреть более подробно. Ссылку на этот станок я приведу в описании. Станки консольного типа, в отличие от стационарных, на которых вал находится на двух опорах, намного проще, намного легче и намного дешевле. Если сравнивать эти два типа станков, то, конечно же, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Во-первых, стационарный станок позволяет более точно калибровать детали, поскольку консоль при большой величине съема начинает немножко отгибать и приходится заготовку заправлять повторно, чтобы произошел дополнительный съем и выровнялась толщина. Но это касается только заготовок, ширина которых превышает 250 мм. Если заготовка узкая, то вторая опора компенсирует отгиб шлифовального узла. Эти станки выпускаются на разную ширину шлифования. У меня самый маленький, 260-й, следующий, по-моему, 410-й и так дальше на увеличение. Конструкция у них абсолютно одинаковая, различаются они только длиной барабана, размером рабочего стола. При выборе станка мы смотрим всего на две вещи. Это ширина обработки и, конечно же, цена. Что касается ширины, всегда хочется взять станок немного на вырост, а вдруг придется шлифовать деталь большего размера. Я же в данной ситуации стремился, наоборот, к уменьшению ширины для того, чтобы станок был максимально компактным, потому что у меня нет больших площадей для его размещения. Но и задачи, под которые я его выбирал, очень узконаправленные. Это изготовление гнутоклеенных изделий, а они, как правило, имеют небольшую ширину. Станок у меня установлен на дополнительную тумбу, которая шла в комплекте. На ней я заоставить внимание не буду. Это основание согнутое из двухмиллиметровой стали. На основании сзади расположены колеса, а на передней части откидные ручки. Когда мы приподнимаем основание, можно на колесах станок перекатить в любое место. Основание станка – это замкнутая жесткая чугунная рамка. Снизу тоже есть перемычка. Вторая часть основания – это чугунная лапа. И между собой одна и вторая стойки соединены двумя шриллерами. Сбоку расположен дополнительный кронштейн, который жестко закреплен двумя болтами внизу. А для перемещения и фиксации шлифовального узла имеется прорезь. Через эту прорезь проходит шпилька и зажатие происходит винтом-барашком. Для шлифовки крупных деталей с разворотом, естественно, кронштейн нужно снять. Убираем два болта и шлифуем просто в консольном режиме. Подвижная часть – это чугунная плита с ребрами жесткости, на которую уже непосредственно установлен также чугунный корпус шлифовального узла. Вал между двигателем и шлифовальным барабаном для безопасности закрыть стальной пластиной. Здесь установлен флажок указателя, шкала находится на корпусе. Она метрическая и дюймовая. Регулировка толщины обрабатываемой детали производится подъемом или опусканием центральной пластины и всем, что на нее навешано. По периметру рамки расположено ребро жесткости, которое также является направляющим элементом. Толщина этого ребра 10 мм и его задняя сторона фрезерованная. Также фрезерованы и два уха на центральной пластине. Эти уши с продольными прорезями фрезерованы с обеих сторон, а сзади подпираются дополнительно стальными полосами, также с толщиной 10 мм. На верхней части пластины есть прилив с резьбой. Винт регулировки имеет диаметр 16 мм и мелкий шаг резьбы. И по правде говоря, я даже не знаю, какой здесь шаг. Шаг резьбы имеет значение для рейсмусов, где мы прибавляем или убавляем оборот, а то иногда может быть даже и полтора. В барабанно-шлифовальных станках регулировка производится долями оборота. Шаг резьбы мы сейчас выясним. Ставлю 2 см ровно. Теперь делаю 10 полных оборотов. Указатель показывает 35 мм. Значит шаг резьбы полтора. Для контроля сделаю еще 10. 50. Значит все правильно. На винте расположена гайка и контргайка. Они фиксируют положение винта внутри рамки. Следующая гайка и контргайка ограничивают перемещение пластины в верхнюю точку. Маховик фиксируется колпачковой гайкой. Под ней естественно есть шайба. Сам маховик пластиковый, потому что нагрузки здесь нет, но центральная вставка металлическая. В этой втулке сделана прорезь под шпонку и сама шпонка обычная классическая овальной формы. Подъем шлифовального узла и двигателя производится за счет натягивания винта, а опускания по собственным весам. Нагрузка всегда направлена сверху вниз, поэтому в верхней части имеется подшипник. Он бескорпусный. Здесь сделана канавка, внутри которой насыпаны шарики. Принцип здесь такой же, как и в велосипедных втулках. А вот как вся конструкция выглядит с задней стороны. На двигатель сверху устанавливана коробочка, внутри находится пусковой конденсатор и тепловая защита. И вот те самые прижимные пластины толщиной 10 миллиметров. Между ними и корпусом происходит перемещение подвижной платформы. Здесь три точки крепления для обеспечения жесткости. И здесь же хорошо видно два швеллера, которые скрепляют два чугунных основания станка. Сразу рассмотрим автоподачу. Это классический двигатель мощностью 80 ватт, 24 вольта, полтора ампера. Редуктор здесь естественно используется червячный. Червяк естественно металлический, а ведомая шестерня пластиковая, но это не повод для паники. Такие системы работают, например, в стеклопоемниках автомобиля и работают годами без вопросов. Да и нагрузка там побольше, чем в этом станке. Здесь, думаю, интереснее будет обратить внимание на ширину зуба. Между зубьями очень узкие прорези и сами зубья мощные. Червяк естественно полированный, поэтому он не будет съедать шестерню. Но чтобы внутрь не попала пыль, под крышку установлена картонная прокладка. Двигатель с редуктором установлен на блок управления. Это металлическая коробочка с толщиной стенки металла 2,5 миллиметра. Это несущая конструкция. Здесь находится полезащищенная кнопка включения и регулятор оборотов двигателя. При нажатии пусковой кнопки оба двигателя запускаются одновременно. И давайте сразу послушаем, как работает станок. Для начала я выкручу на минимум. Станок работает очень тихо, но камера вытягивает звук, и поэтому вам может быть слышно его громковато. По уровню шума он сопоставим, например, с бытовым феном для сушки волос. Регулятор в нулевом положении и лента стоит. Теперь прибавлю. Вот максимальная скорость движения ленты. Станок очень хорошо сбалансирован, и вибрации нет, вообще никакой. Транспортерная лента здесь синтетическая. Основа это может быть лапсан или может быть капрон, но он не дает растяжения вдоль. Сверху на эту ленту нанесен также полимерный слой с рифлением. Вальцы, на которые натянута транспортерная лента, разные. Ведущие резиновый и ведомый железный. Установлены они на латунные втулки. Ведомый вал имеет возможность регулировки для натяжения ленты и ее центрирования. Рабочий стол железный с толщиной металла 2 мм и имеет загибы по всем четырем сторонам. На боковых сторонах имеются отгибы для крепления к основанию. Чтобы стол не прогибался под нагрузкой, с нижней стороны на него наварены три швеллера. Они расположены поперек, и каждый из них образует коробчатую конструкцию, поэтому стол не прогибается. На рабочий стол с обеих сторон установлены металлические уголки. В них сделаны отверстия, и здесь находится винт. Он свободно проходит через одно отверстие и через второе отверстие в кронштейне. Сзади находится гайка, и это не контргайка, то есть винт с гайкой вращаются вместе. Для регулировки нужно удерживать гайку и вращать винт. Естественно, что регулировка центрирования ленты производится на ходу двигателя. Поскольку лента движется медленно, и у нее очень большая ширина, регулировка это дело не быстрое. Нужно запастись терпением. Либо просто ослабить винты, смесить ленту и затянуть обратно, а потом смотреть, смещается она или нет. Наклейка сверху говорит о трехлетней гарантии, то есть дополнительно год гарантии при регистрации на сайте. У меня станок в работе уже два года, претензий к нему нет, поэтому я абсолютно уверен, что гарантийный ремонт мне не потребуется. Ну а теперь заглянем под крышку. Для этого нужно открутить винтик. Винт при желании можно заменить и на барашек. Разницы абсолютно нет никакой, потому что ленту мы не меняем оперативно. Сносилась одна, мы им ставим новую. Барабан алюминиевый, двухслойный. Внутренние и внешние части соединены четырьмя лучами. Естественно, с одной и с другой стороны есть зажимы для ленты. Лента наматывается по спирали. Здесь используется шлифовальная лента длиной 1585 мм и шириной 82 мм. Родная лента что-то около 60 грит. Естественно, станок у меня не работает в режиме 24 дробь 7. Он для повторно-периодической работы. И у меня до сих пор стоит та самая родная лента. Да, она немножко подзабилась, но все-таки она продолжает работать. Ну и естественно, я стараюсь не шлифовать хвойные породы, потому что они очень сильно забивают ленту. Я работаю с лиственными породами, это дуб и акация, поэтому и барабан чистенький. Но иногда можно еще дополнительно его прочистить специальным карандашом. Тоже помогает. Лента с одной и с другой стороны устанавливаются в специальные зажимы. И вот о них хочется рассказать отдельно. Их, к сожалению, плоховато видно. Это своеобразные металлические прищепки. Давайте снимем ленту. Лента не выводится в бок, ее нужно обязательно вытолкнуть. Да, и конечно же, во время всех этих манипуляций не забывайте выключать станок из сети. С противоположной стороны тоже прищепка, но здесь система крепления немножко отличается. И пару слов о балансировке. Балансируется как барабан целиком, так же и его левая и правая части. То есть специальная балансировка здесь не производится. Но все предусмотрено и рассчитано. Во-первых, прорезь это минус в массе, а прищепка это плюс. Также сделаны дополнительные вырезы во всех четырех ребрах, соединяющих внутреннюю втулку и наружнюю. Для компенсации массы прищепки с обратной стороны установлены два винта с шайбами. Вес этих болтов, гаек и шайб рассчитан, поэтому ни в коем случае не снимайте их. Если вы их снимете и поставите сюда другие болтики, или, например, просто поменяете их местами, то балансировка скорее всего нарушится. Итак, еще раз. Здесь крепление жесткое, а вот с другой стороны крепление совершенно другое. Поставил зеркальце, надеюсь, что все будет хорошо видно. Здесь тоже прищепка, куда лента вставляется сверху вовнутрь. Эта прищепка находится не точно напротив прорези, а немного смещена. А смещена она за счет того, что этот узел подпружинен. Здесь спиральная пружина, которая нужна для натяжения ленты. При намотке скошенный край ленты должен смотреть наружу, и он равняется по обрезу вала. Заправка происходит следующим образом. Сначала мы нажимаем на пружину, и когда мы ее взводим, весь узел уходит назад. В результате прорезь прищепки смещается и равняется с прорезью на валу. Вставляем и держим в натяжении. Начинаем наматывать. Наматываем ленту встык, и она ложится сразу как нужно. Теперь отгибаем прищепку и заправляем в свободный кончик. Этот кончик бывает слегка длинноват, и может упираться в какое-нибудь из ребер. Его лучше всего сразу заправить в вырез. То, что хвостик проходит вырез, нам на руку. Нужно надавить вот в эту ложбинку. Нажимаем, и лента подтягивается. После этого отпускаем пружину, и она назад практически не убегает. А вот после этого ленту нужно чуть-чуть вернуть назад. Та небольшая свободина, которая сейчас образуется, уходит назад и будет выбираться пружиной с противоположной стороны. Вот в принципе и все. И даже если бы лента сейчас немного двигалась, тоже ничего страшного. При запуске станка она сама найдет свое место. Ну а вот теперь станок можно включить в сеть. Что еще здесь интересного? Позади вала стоит специальная отбойная пластина. Она образует небольшой зазор между валом и своей кромкой. И этот зазор чуть-чуть меньше, чем зазор между валом и корпусом. Это на случай, если вылетит какая-то щепка или сучок. Сюда он не проскочит. Максимум, что может произойти в этом случае, она упрется в эту отбойную пластину и здесь останется. Ну или постепенно сточится и в конечном итоге выскочит вниз. Самое главное, чтобы эту щепку или сучок не затянуло в узкую щель между валом и корпусом, потому что там очень маленький уклон. Любой посторонний предмет, затянутый в узкую кленовую щель, неизбежно заклинит вал. Это обернется либо поломкой корпуса, то есть треснет чугун, либо будет вмятина на самом валу. И его придется менять. С обеих сторон вал установлен на подшипники закрытого типа. Такая конструкция является абсолютно жесткой. И любой маломальский соображающий в технике человек знает, что вал нельзя жестко связывать с двигателем. У вала свои подшипники, у двигателя свои. И для этого нужна разделительная муфта. Любое жесткое соединение неизбежно лопнет. Одна полумуфта на валу, другая на двигателе. И между полумуфтами находится резиновая звездочка. Она, естественно, шерстилучевая. Еще один очень важный узел, это прижимные вальцы. Естественно, они пассивные. Это просто стальные трубки, которые вращаются на оси. Они вывешены на кронштейнах и слегка подпружинены. Здесь не очень сильные пружины, поэтому заготовка, даже самая тонкая, при прижатии не деформируется, как, например, в рейсмусе. Вальцов, естественно, два. Передний и задний. Подвес роликов предельно простой. В кронштейнах сделаны отверстия, и все это прижато через винты с пружинами. Ну а вот тот самый регулировочный винт, который упирается в нижнюю часть пластины и не дает опуститься ей слишком низко, чтобы барабан не протерт транспортерную ленту. Это обычный винт, и снизу расположена контргайка. Итак, по конструкции станок очень простой, но это даже и лучше. Чем проще, тем легче в нем разобраться, если вдруг что-то у вас пойдет не так. Знаю, что многие сейчас зададут вполне закономерный вопрос по поводу транспортерной ленты. Почему она здесь пластиковая, хотя в некоторых станках применяется наждачная. Я специально обращался к своим друзьям из Белмаша, узнавал, почему здесь такая лента, а не наждачная. Они объяснили мне, что такая транспортерная лента намного надежнее. И в принципе, да, с этим я полностью согласен. Единственный нюанс, вот совсем малюсенький. На этой транспортерной ленте детали иногда могут проскальзывать, особенно если она запылилась. То есть их иногда приходится придерживать рукой, чтобы они не застопорились и не убежали назад. Но, как вы знаете, белмашевцы ко мне прислушиваются, и как вот по части фуганка, где не хватало такой маленькой деталюшки, это указатель величины съема. И здесь они сказали, что да, скорее всего, мы будем заказывать эту транспортерную ленту наждачную как дополнительную опцию. То есть, если кому-то нужно, можно будет докупить. Пока это, конечно, в планах, но, скорее всего, потребуется какая-то обратная связь. Потому что, возможно, у кого-то сейчас возникнут сомнения по поводу того, насколько удобна такая вот пластиковая транспортерная лента. Но я сразу хочу сказать несколько слов к ее защиту. Чаще всего мы шлифуем деталь с переворотом, и там неважно, на чем она будет, на синтетической ленте или на наждачной. А как бы с тем случаем, если у вас деталь имеет чистовую сторону лицевую, ее надо уложить вниз, и как она будет себя чувствовать на наждачной бумаге? Тоже большой вопрос. С одной стороны, можно, конечно, что-то подложить, но то, что вы подложите, скорее всего, будет скользким, и деталь будет плохо проходить. И еще такой момент. Если вы подаете деталь, и вдруг по какой-то причине у вас транспортерная лента проскользнула, то есть деталь остановилась под барабаном, в этом месте барабан натрет еле заметную ложбинку. И она будет немножко ощущаться руками, поэтому придется делать еще дополнительные проходы. При большом съеме станку несложно работать. Он съест у вас и миллиметр материала. Но самое главное, обеспечить непрерывную равномерную подачу. Думаю, здесь не нужно лишний раз пояснять, что чем меньше величина съема, тем меньше обратное сопротивление, и заготовка не будет застревать. Мне синтетическая транспортерная лента нравится гораздо больше, чем наждачная. Ну, а если имеет место проскальзывание, значит, либо у вас плохое пылеудаление, либо неправильный режим шлифования. Правильный режим работы выставляется величиной съема и уменьшением оборотов. Ах да, еще по поводу замены транспортерной ленты. Если вы вдруг надумаете ее поменять, все это делается очень просто, без лишних телодвижений. Сначала снимаем боковой кронштейн, вторую опору. После откручиваем два болта, которые крепят рабочий стол к основанию. Регулировочные винты ослабляем, и лента просто сдергивается. Ставим на место новую, закручиваем винты, устанавливаем кронштейн и производим настройку. В принципе, у нас осталась только демонстрация станка в работе. Посмотреть, как он работает. Естественно, я звук буду немножко придавливать, как это делаю обычно, потому что камера слишком чувствительная. Еще раз напомню, что шлифовальные станки нельзя использовать без аспирации. Даже если вы будете работать в полумаске, себя вы защитите, но на рабочем столе будет пыль, и может деталь проскользнуть. Кстати, в январе и начале февраля у меня практически не выходили новые ролики, потому что я был сильно занят, я занимался системой аспирации. И вот у меня такой вот переносной хобот. Это патрубок, который я могу оперативно подключить ко всем перемещаемым станкам. Я переделал свой стружкоотсос, который, кстати, тоже белмашевский, и переделал систему запуска на нем. Теперь вместо штатной кнопки на нем установлен мини-контактор, и запуск осуществляется по словоточным цепям управления. Кнопки пуск и стоп. Естественно, одна прямо на шланге, потому что должна быть всегда под рукой, и две другие находятся на циркулярной пиле и на фуганке. Там тоже, кстати, есть возможность переключения. Ну и, естественно, на каждую точку подключения у меня есть задвижки. Как же без них? О системе аспирации у меня чуть позже выйдет отдельное тематическое видео, где я рассмотрю абсолютно все, что ее касается. Сейчас просто покажу ее в работе. Открываем задвижку и запускаем стружкоосос. Может быть, это выглядит недостаточно красиво, но система работает как часы, и, в принципе, она меня полностью устраивает. Сейчас я разверну станок, мы немного пошлифуем, и потом еще одно замечание по поводу шлифовки. Взял первый попавшийся обрезок дуба. С одной стороны он проструганный, с другой нет. Вот его и будем шлифовать. Естественно, шлифованная поверхность очень сильно отличается от проструганной, но здесь все зависит от зернистости наждачной бумаги. А теперь то, что касается шлифовки в целом. Я пользуюсь грубой наждачной бумагой до сих пор. До сих пор, еще раз повторюсь, у меня стоит родная наждачка, хотя ее, конечно, уже скоро придется менять. Качество поверхности получается довольно грубое, потому что зерно стоит 60-е. Но после обработки этой поверхности орбитальной шлифмашинки вот этих царапин не останется. А те, которые даже и останутся, которые вы не заметите, они скроются в текстуре древесины. Если же вы собираетесь калибровать детали под дальнейшую склейку, вот тогда нужно будет поставить наждачную бумагу мельче, потому что шероховатость одной детали сложится с шероховатостью другой, и у вас может возникнуть видимый клеевой слой. За каждый проход при шлифовке я давал полоборота, то есть 0,75 мм. Это довольно большая величина, и на такой ширине, естественно, станок справляется. Если ширина будет больше, общее количество снимаемого материала увеличится, и, естественно, съем нужно брать меньше. В случае, если деталь широкая, и даже на небольшом съеме у вас происходит небольшое проскальзывание, можно дополнительно уменьшить скорость автоподачи. Это тоже даст положительный результат. И я до сих пор не сказал два самых больших преимущества барабанных шлифовальных станков. Первое. Полностью отсутствуют сколы. Они просто не могут возникнуть, потому что мы обрабатываем деталь шлифовкой. Если мы будем обрабатывать эту деталь на рейсмусе, даже пусть это будет валхеликал, все равно неизбежны мельчайшие сколы, особенно на экзотических породах древесины. И пусть обработка на калибровальных шлифовальных станках происходит намного медленнее, чем в том же самом рейсмусе, все-таки есть один огромный плюс, который полностью покрывает этот небольшой недостаток. Как вы помните, все портативные рейсмусы оставляют ступеньку на входе или выходе, а чаще всего и там, и там. Просто разные величины. Обусловлено это разными причинами, которые я тоже обговорю в отдельном видео, этому будет посвящена одна тема. Но ступенька есть всегда и есть везде. Она обусловлена как конструкцией самого рейсмусного станка, так же и свойствами материала. В рейсмусе происходит очень сильное прижатие заготовки к рабочему столу, вследствие чего она неизбежно деформируется. Здесь прижатие минимальное. Вы видели, что я с легкостью приподнимаю прижимные вальцы пальцами. Вот примерно так выглядит ступенька после рейсмуса. Ну и само собой, что при шлифовке таких ступенек возникнуть просто не может. Длина стола без учета вальцов 470 миллиметров. И он очень ровный. Это означает, что вы сможете безболезненно обрабатывать деталь еще с небольшим запасом с двух сторон. И при этом вам не нужен будет фуганок и рейсмус. Да, этот станок работает медленнее, но зато вам не нужны два других больших дорогостоящих станка. Единственное строго обязательное условие начинать калибровку деталей нужно обязательно горбом вверх. Иначе она просто будет ходить у вас качаться лодочкой и, естественно, откалибровать вы ее не сможете. После того, как на выпуклой части у вас получится плоскость, деталь можно будет перевернуть и откалибровать вторую сторону. Конечно, конкретную длину деталей, которые можно откалибровать в этом станке без фуганка и рейсмуса, я вам точно назвать не могу, но это порядка 600 миллиметров. Может быть чуть больше, может быть чуть меньше, все зависит от изначальной кривизны. В итоге, как бы это странно не звучало, такой станок может быть полезен именно хоббистам, потому что, с одной стороны, мы обрабатываем детали на потоке, он очень выносливый, двигатель вообще не греется, можно работать в режиме 24-7, но, по крайней мере, я работал по 6-8 часов непрерывно. Ему ничего не сделается. На мой взгляд, для хоббистов он может быть привлекателен прежде всего тем, что вам не нужен фуганок и рейсмус, вы сэкономите кучу денег. Если вы занимаетесь сувениркой, то вряд ли длина деталей у вас будет превышать 600 миллиметров. Ширины 250 миллиметров вполне хватает для большинства задач. По крайней мере, я пока не сталкивался с задачами, когда нужно шлифовать большую ширину. То есть, даже в консольном варианте я его ни разу не использовал. Ну и еще одно немаловажное преимущество в том, что станок очень тихий, хотя, с другой стороны, вам потребуется аспирация. Но, думаю, тут тоже можно найти какую-нибудь очень тихоходную улитку, которая будет справляться с потоком пыли. Не знаю, стоит ли подводить какие-то итоги. Вы, люди взрослые, сами во всем разберетесь. Плюсов у этого станка очень много, и по большей части я их перечислил. Из минусов, минус, пожалуй, только один. Даже это не минус, это просто особенность всех калибровально-шлифовальных и барабанно-шлифовальных станков. Они работают намного медленнее, чем происходит обработка в рейсмусе. Вот, в принципе, и все. Более подробно работы этого станка и лайфхаки, то есть полезные советы при работе с ним, а также некоторые приспособления, вы сможете посмотреть в отдельном мастер-классе. Это проект, с которым я делал ночник для младшего сына. Ссылка на этот мастер-класс будет в описании. На этом сегодняшний обзор закончен. Не забывайте ставить оценки к этому видео и делиться им с друзьями. На этом я с вами ненадолго прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До новых встреч!